Приветствую всех, кто любит спорт. С началом года стартовала и победная жатва наших пловцов, воспитанников с дюшер номер один, которые регулярно завоевывают медали и устанавливают рекорды. Зачетным для них стало областное первенство, а с ним еще один турнир, Олимпийские дни молодежи. Успех – третье общекомандное место представителей Пинска. Помогают его добиться Татьяна Цверко, Виталий Колесникович и Вера Фелькевич. Они попадают в состав сборной области, которая скоро отправится на первенство страны. Итог Олимпийских дней молодежи – второе место среди команд. Не удалось обойти на воде только Брещан. Тем не менее, пять представителей нашей спортивной школы отобрали для участия в республиканских состязаниях. Отдельной похвалы заслуживает пинчанин Глеб Шила. На видео его старт по третьей дорожке. Он выполнил норматив кандидата в мастера спорта – в плавании на спине. Немногим позже Глеб показал себя и в пружанах. На еще одном областном турнире «Старт и надежд». На спине, дистанция 200 метров, он первым приходит к финишу. Оказалось такое лидерство – дело семейное. Сестра Глеба Шила Ксения тоже взяла в пружанах золото. А бронзу оттуда в младшей категории привез Влад Круковский. А что же пинский хоккей? Так он опять радует его фанатов. Пара ярких игр и столько же побед записывают на свой счет ястребы – лидер турнирной таблицы на текущий момент. Противостоять им вновь не может очередной противник Соболь. Все, что позволяется данной команде в первом периоде, так это открыть счет, увеличить его во втором периоде на шайбу, но вскоре получить ответочку и к финалу проиграть с результатом 6-4. Не дают пинчане Соболю никакой возможности взять реванш в следующем матче 30 января. Преимущества на площадке явные. По три шайбы прилетает гостям нашей команды в первом и втором периодах. Антонович, Борозна, Лапин, а за ними Сапков, Смычков и Новик – авторы голов. В правом фланге есть Талапила, получает передачу, бросает Талапила, будет ли добивание, шайба на пятаке и не накрывает ее голкипер, здесь все пытаются ее просто куда-нибудь закинуться и гол. И ликование болельщиков ястребов. Напоследок вызывает дубль Михея Новика 7-2. Обида от такого поражения у Соболя, конечно же, немалая. В какой-то момент нервы у игроков не выдерживают и хоккеисты на площадке, даже устраивают потасовку. Лучший игрок матча от Ястребов Евгений Ноздрачев на льду повздорил с Данилой Гапеевым. Еще в недавнем прошлом игроком пинской команды. Но таков уж хоккей. Алексей Вербицкий, наставник Ястребов, в этот раз, по его признанию, играми остался доволен, что бывает не так часто. Отметит хороший настрой своих подопечных на ледовый бой и пообещает стараться с командой биться в таком же духе и впредь. Надеемся, так и получится. Второй межсезонный спарринг волны тоже проходит в ее пользу. С пинчанами встретилась команда из Бреста, центра футбола. И с ней было азартно помериться силами. А сейчас поподробнее об этом. Брестские соперники белосиних накануне проводили на базе нашего города двухнедельные сборы. В предстоящем сезоне эта команда намерена заявиться во вторую лигу. И, несмотря на малоизвестное для многих название «Центр футбола», она не новый соперник для волны. С ним уже встречались раньше, в 2019 году, но не совсем удачно. Тогда проиграли. «Это рух, это бывший рух. То есть остались воспитанники, которые собраны со всей Беларуси, готовились к этой команде, к обычному сопернику, спаррингу». На своем поле волна в этот раз не позволяет себя обидеть. Оба соперника взяли высокий темп игры. Местами даже достаточно жестко пытались сломить оборону ворот друг друга. Но все же удача на стороне пинчан. И приносит ее фулл защитника центра футбола. Тот позволил себе снести активно нападающего Дмитрия Германа. Пенальти берется исполнить Максим Гречиха. Гостям волны удается и не раз огрызнуться в ответ. В один из опасных моментов к воротам белосиних прорывается форвард центра. Но не допустил реализации мяча наш голкипер Станислав Лицко. Подобная ситуация случилась и позже. Лицко тоже не подвел. И вот, оказавшись в нужное время, в нужном месте Сергей Володько укрепляет победный счет под самый занавес встречи на 88-й минуте. После этого можно подвести итоги второго из десяти спаррингов волны. В данной игре в составе волны были заявлены два еще недавних футболиста Стенлеса. Антон Байков в команде он пока на просмотре. И его младший коллега, 18-летний Кирилл Ковалевич. Вот что обуславливает их присутствие в клубе. Ну это пинчане, тем более у нас в этом году такие требования, чтобы было больше пинских футболистов. Поэтому искали и Стенлеса тоже. Из ребят Стенлеса на кого возможно еще глаз положить? Не знаю, пока ничего не могу сказать. Пока Ковалевич, то есть Кирилл, за которыми я следил прошлый год, он подписал уже контракт, является полноценным членом команды. Здесь уровень, конечно же, сильнее. Тренироваться, прогрессировать и выходить на поле, помогать команде. Сначала хотелось бы начинать минут 20-15, но потом больше и больше прогрессировать, расти. Отдавать передачи, забывать, помогать команде. Так совпало, что в волне состоялась рокировка Ковалевичей. Кирилл пришел вместо однофамильца Дениса. Он в прошлом сезоне выступал за волну, а ныне находится в расположении Брестского «Динамо». До этого контракт с нашим клубом еще на один сезон продлил кэп команды «Пинчан» Виталий Кибук. Довольно результативный игрок, который провел за клуб почти 160 матчей, забив при этом 36 мячей. Компанию ему составил на свой четвертый сезон в стане «Пинчан» и Азам Раджабов. В стадии формирования команды сегодня находится и Стенлес. Ранее стало известно, что Андрей Лясюк остается главным тренером при клубе. И после перерыва произошло возвращение в него, можно сказать, блудного сына, полузащитника Дмитрия Хамецевича, после проведенного сезона в команде «Лунинец». Такому обстоятельству болельщики Стенлеса только рады и желают ему удачи. Скоро Дмитрия можно будет увидеть и на поле, как и его коллег. 15 февраля стенлесовцы выйдут из отпуска для подготовки к новому сезону. Я же прощаюсь с вами до следующего вторника. Увидимся в спортэфире на телеканале «Пинск». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова